Заседание Совета Безопасности ООН по Карабаху предсказуемо превратилось в проармянский междусобочек. В адрес Азербайджана были озвучены претензии, неадекватность которых настолько очевидна, что даже как-то неловко за их предъявителей. Должен же быть какой-то предел маниакальному желанию совать нос в чужие дела, не имея на то ни сколько-либо убедительных оснований ни морального права. В своем выступлении на заседании глава МИД Азербайджана детально аргументировал мотивы, побудившие Баку к проведению антитеррористических мероприятий в Карабахе. По словам Джейхуна Байрамова, действия азербайджанской армии носили вынужденный характер и были предприняты в ответ на перманентные провокации армянских вооруженных сил. Присутствие последних на территории Азербайджана не только противоречило документально оформленным договоренностям, но и представляло серьезнейшую угрозу безопасности граждан страны. Неоднократные настоятельные призывы к выполнению своих обязательств Армения демонстративно игнорировала. Однако Азербайджан никак не мог позволить себя оставить сложившуюся ситуацию неразрешенной. У Баку не было иного выхода, кроме как обеспечить решение проблемы максимально эффективными средствами. Джейхун Байрамов подчеркнул, что антитеррористические мероприятия были направлены исключительно на нейтрализацию армянских военных объектов на территории Азербайджана. Были предприняты все необходимые меры для предотвращения ущерба мирному населению. Растиражированные Армении сообщения об ударах по гражданской инфраструктуре являются гнусной безосновательной инсинуацией. В ходе антитеррористических мероприятий было применено высокоточное оружие, что автоматически исключает возможность попадания по незапланированным целям. Поставленная перед вооруженными силами Азербайджана задача успешно выполнена и тем самым устранены объективные препятствия для конструктивного диалога с армянским населением. Первая встреча с представителями армянского меньшинства Карабаха уже состоялась и была достаточно плодотворной. Баку решительно настроен на развитие диалога, направленного на реинтеграцию карабахских армян в азербайджанское общество. Их права и безопасность будут обеспечены в соответствии с конституцией Азербайджанской республики, что само по себе является наиболее надежной гарантией из всех возможных. Таким образом, ни одно из предпринимаемых Баку действий не только не выходит за рамки международного права, а напротив, все они полностью опираются на его нормы и принципы. Если бы Армения и ее внешние опекуны умели не только слушать, но и слышать, то едва ли предъявляли бы Азербайджану абсурдные претензии. К сожалению, эта важнейшая опция отсутствует в арсенале упомянутой кампании, что еще раз наглядно продемонстрировало вчерашнее заседание Совбеза ООН. Министр иностранных дел Армении обрушил на аудиторию потоки безудерной лжи, пытаясь выставить Азербайджан в максимально неприглядном свете. По словам Арарата Мирзаяна, Баку на практике реализует план по проведению этнической чистки в Карабахе. Никаких доказательств существования такого плана Мирзаян, разумеется, не привел, ограничившись традиционным набором армянских инсинуаций. Глава МИД Армении призвал Совбез направить в Карабах миротворческие силы под мандатом ООН для обеспечения безопасности в регионе. Кроме того, Мирзаян заявил о необходимости незамедлительного развертывания в Карабахе мониторинговой миссии ООН для оценки ситуации с правами человека. И, наконец, армянский министр потребовал обеспечить беспрепятственный доступ в Карабах агентствам ООН и международным организациям. То есть Армения продолжает зазывать международные структуры в Азербайджан к территориальной целостности, которого у нее, по ее же утверждению, нет никаких вопросов. Наратив Еревана еще раз подтверждает его очевидную оторванность от реальности и упорное нежелание проявить здравомыслие. Поддержка такого нарратива заведомо контрпродуктивна и неприемлема, однако иные участники заседания не постеснялись ее выразить. Глава МИД Франции безапелляционно заявила, что Баку должен согласиться на международное присутствие в Карабахе. По мнению мадам Колонна, имеется необходимость в ощутимых гарантиях защиты прав армянского населения. В аналогичном ключе высказалась и постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Она отметила важность международной миссии в Карабахе, призванной повысить убежденность местных жителей в том, что их права будут соблюдены. При этом ни Франция, ни Соединенные Штаты так и не смогли внятно объяснить, по какой, собственно, причине они находят неубедительными гарантии, предоставляемые Азербайджаном. Посему их заявление остается расценивать только как пляску-поддудку Армении. О том, на что конкретно нацелено это сомнительное творчество, могут быть разные мнения. Однако ясно как день, что отнюдь не на установлении мира в регионе.